Так, надо же себе честно признаться. Кажется, мой брат тупой, в колледж не поступит, нахрен надо взять на него менторство и дотащить этого тупенького человека до нормального образования. Кажется, что очень многое происходит с вами, потому что у вас есть вот эта вот старшая сестра. И в этом есть много обязанностей, на которые вы сами на самом деле не готовы. Делай для меня всё, я для тебя делать ничего не буду. Поняла? Ты же старшая сестра? Сестра тебе сказали, ну и присматривай, вот и присматривай, занимайся своей работой, сучка. Меня родной брат условно для того, чтобы заработать какой-то авторитет, у меня булит, а потом ещё ему и машину подарили. До какого хрена? Всем привет, это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаёте вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трёх пунктов, трёх своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, психолог, гештальтерапевт. И я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. Да, середина декабря. Да, да. И пожелай ты им ни пуха, ни пера. Да. Пусть не по правилам игра. Да. Что важно, маленький анонс. У нас вообще сегодня, вы уже заметили, какая тема. И много вопросов пришло. Спасибо вам в эту тему. Мы запрашивали в Инстаграме отдельно вопросы для именно вот этого выпуска. Мы не все, естественно, поместили выпуск, но так подумали, что, может быть, когда-то будет ещё выпуск про братьев и сестёр 2.0. Но вот сейчас... Да, главное... Я знаю, что про что подумал, что главное, чтобы этот поиск не вбивали в поисковиках, как brother and sister. Ни в коем случае. Ну, понятно, почему, да. Да, да, да. Особенно step-brother and step-sister. Вот будет сегодня ряд ситуаций, где вы рассказываете про ваши отношения. Ещё есть каких-то новостей. У нас по-прежнему 29 декабря лайв-запись. Мы по-прежнему вас всех зовём. По-прежнему ссылка в... Приглашаем. Да-да-да. Ссылка в описании. Город Москва, улица Покровка, 16, Стэмдаб-кафе, 20.00, четверг. Приходите 29 декабря. Видеосъёмка будет, будем снимать. Пока предварительная информация по одной камере. Может быть, конечно, договориться удастся побольше. Шок. Ну, короче, да. Надеемся, что выпустить этот новогодний выпуск... Давай все секреты откроем уже, да? Надеемся выпустить этот новогодний выпуск 1 января, чтобы вы после праздника, утречком или днём, когда вы там проснётесь, могли даже и понаблюдать за нами вот в этот прекрасный январский день. Вообще. Начинаем новый 2023 год с такого... Да, будем надеяться, что получится. Ну, это горж. Это разовая акция, как «Чёрная пятница», но не каждый год. Пока такая история, да. Ну, вот, я думаю, что это все новости, да, Саш, вроде бы можем начинать с вопросов. Поехали. Мы с сестрой, уже взрослые, и у нас очень тёплые отношения. Я её, правда, очень люблю. Но я не понимаю, что происходит, когда мы встречаемся втроём. Я, сестра и наша мама. Я чувствую, что во мне просыпается чувство маленькой девочки, которая дико ревнует свою маму к новой дочке. Я на таких встречах изо всех сил пытаюсь почувствовать себя взрослой, у которой есть прекрасные отношения с сестрой. Но я чувствую себя вымотанной, и мне очень больно и стыдно. Что можно сделать с этой ревностью? Я думала, мне время и возраст поможет, но нет, увы. Вот такой вопрос. Угу. Ну, интересно, вот этот вопрос стартует так, чтобы мы тоже разогрелись, но именно вот интересная тема ревности между сиблингами. Угу. Про то, что действительно, вроде бы, есть какие-то ресурсы, за которые, кажется, есть смысл конкурировать. И вот как-то, в общем, не просто так. Видимо, есть что-то. Но, тем не менее, из-за вот этого текста кажется, что всё-таки вопросики у вас к маме, а не к сестре. Вы пишете с сестрой, это всё супер. Мы вообще там нормально общаемся, у нас тёплые отношения и так далее. И тогда интересно, а что же такого было в вашем детстве, что, как вам кажется, вам недоставало? Чего, на ваш взгляд, с появлением сестры... Типа вы недополучили, перестало вам приходить? Да-да-да, чего стало быть в дефиците? Вот. А может быть, что-то есть сейчас и продолжается тоже. Так. Вот, то есть, и вопрос... Или вообще появилось сейчас и продолжается. Да-да. То есть здесь как будто вопрос не к сестре, как мне кажется, да, не в отношениях сестёр в первую очередь, а в первую очередь вопрос к такому дефициту от родителей чего-то. субъективного, объективного, может быть, вам так кажется, может быть, нет, но вот вопрос в этом, как мне кажется. Вот. Позамечать, что было, за что... Потому что, мне кажется, вот эта идея вообще распространённая, что, да, вот проявляется ребёнок, и он забирает внимание, и он там, может быть, начинает получать то, что я не получаю, и так далее, и так далее, и так далее. Но идея распространённая, но она, правда, не у каждого совершенно в семье происходит, потому что я, допустим, очень ждал и даже какое-то время, помню, просил у своих родителей, чтобы появился кто-то. Потому что... Ничего себе. Я хотел бы с кем-то играть. Я хотел бы с кем-то играть. Мне хотелось, чтобы у меня дома был ещё кто-то, вот какой-то вот тоже ребёнок, и мы бы с ним весело проводили время. То есть для меня вот это было в тот момент важной и ресурсной. А когда появился мой брат, который у меня есть, вот у нас очень большая разница, 13 лет, и я чувствовал освобождение, что наконец-то внимание родителей с меня... Ушло. То есть зависит типа от возраста. Потребность зависит от возраста, да, ты имеешь в виду? Ну, и от того, чего ребёнку не хватает в семье. Вот, то есть мне не хватало какой-то возможности подышать, а? Дом, который построил Гоша, да? Типа, ты смотрел? Не, не смотрел, кстати говоря. Посмотри, посмотри, ладно. Ну да, в общем... Тогда ты не поймёшь шутку сейчас, да. У меня... У нас есть слушатели. Кто понял шутку Саши, ставьте пять звёзд везде и так далее. Да, то есть что у вас тогда стало дефицитом, вот, с появлением сестры, или, может быть, что продолжается до сих пор, если такое есть, вот. То есть то ли это детское впечатление, вы когда встречаетесь, у вас происходит такой флэшбэк в прошлое. И какое-то вот те чувства поднимаются, и такое неразвлечение сейчас и потом. Ну, знаешь, вроде бы сейчас уже всё хорошо, но та ещё обида или те какие-то... Ну, в общем, чувства вспоминаются. Либо, может быть, и вы сейчас тоже так или иначе это замечаете. Но и в этом смысле, опять же, мне кажется, это обращение к маме. Вот, это первый пункт такой. Супер, супер, супер. Да, второй пункт. Вот есть среди перечислений того, что происходит у нашей слушательницы, она перечисляет, что мне стыдно. И вот интересно, как одна из гипотез, что, возможно, почему этот стыд возникает. Что, когда в детстве обнаружился какой-то недостаток чего-то, ну, допустим, мама, мне так хочется, чтобы ты тоже проводил со мной побольше времени, либо тоже давала мне соску, хоть я уже и большая. Вот, что это ты только ей. Вот, ну, я сейчас так, любые варианты. То мама говорила, ну, как тебе не стыдно, малышка, вот давай ей, она же маленькая, ей вот что-нибудь. Или даже, может быть, эти слова не проговаривались, но так или иначе было некоторое. По поведению типа понятно. Да-да-да, ну, ты чего, ну ты чего, ну ты чего, вот, ну, она же маленькая. Вот, и вот это вот ты чего, вот это некоторое пристыживание как раз, может быть, блокировало некоторую возможность что-то запросить, что-то, как-то себя вести. Вот, допустим, нельзя было шуметь, ну ты чего, ребёночек маленький спит. Вот, и так далее, так далее, так далее. И в этом смысле, если, ну, по поводу того, что было раньше, остаётся только вот осознать это и заметить, а, ну, может быть, опять же, вы сейчас, у вас же тоже есть отношения, вы, сестра, мама, вы пишете про себя как встречи втроём, но есть же и отдельные ваши отношения у вас с вашей мамой. И у вас с вашей сестрой. Да, и может быть, вот сейчас как раз и можно запросить у мамы то самое, чего не хватало. Мама, давай с тобой отдельно встретимся ещё, очень хочу с тобой лично поболтать. Мам, можно из твоих рук получить соску? Да. Вот, ну, то есть, опять же, такое направление к маме. Вот, ну, а вообще вот видно, что вы пишете, после этой встречи чувствую себя вымотанной, очень больно и стыдно. Ну, то есть, как будто, правда, такая усталость, связанная с тем, что приходится сдерживаться и не показывать, и вот как-то, в общем, себя на этой встрече тройной прилично вести. Ну, типа, да, да, как будто такой большой эмоциональный фон, что я выхожу оттуда просто как с тренировки какой-то сумасшедший. Да, и опять же, а сейчас-то что происходит? Сейчас кажется, что вы все троём взрослые женщины. Вы говорите, что у вас хорошее отношение с сестрой. Может быть, это, опять же, такое фантазия, но, может быть, вот сейчас у вас хватит некоторой возможности, сил, уверенности в ваших отношениях с этими дамами, чтобы, ну, как-то поделиться с ними, что, прикиньте, как бы это ни звучало, но я вот сижу взрослой и ревную, хочу вот сидеть на коленочках у мамы, а чтобы ты сидела и смотрела настолько мне. Вот, ну, то есть, ну, вот, тогда что-то происходило, и сейчас тоже что-то происходит. Вы так удерживаетесь, хотя вроде бы описываете отношения как классные, такие дружеские, говорите о любви к друг другу, тёплые, но приходится сдерживаться. А чё приходится сдерживаться? Ну, то есть, настолько ваше признание всё разрушит, либо что произойдёт? Знаешь, я просто ещё подумал, как будто может быть такая история, что, знаешь, я почему сравнил с тренировкой, потому что, когда мы там делаем упражнения, которые не хотим, нам очень тяжело, да, и мы прям себя супер уставшими чувствуем, находим какие-то поводы их не делать, и вот здесь у меня есть такое ощущение, это моя фантазия, опять же, что эти встречи, вам бы прикольно было бы видеться только с сестрой, но когда вы встречаетесь втроём, это как будто бы, типа, супер напряжно для вас. И так не хочется ходить на эти встречи, но вы всё равно приходите и сидите, типа, вымучиваете, поэтому там уходите такой, типа, вымотанной, вам очень больно, потому что вы опять там наслушались чего-то, может быть, такого там, что, условно, может быть, мама там говорит, что, вот посмотри, вот там у твоей сестры так-то, да, знаешь, такие фразы типичные, как будто бы, это, опять же, моя фантазия, может быть, мама так совершенно не говорит, но просто, ну, там, если мы уже сфантазируем, то я подумал, что, может быть, эти встречи, ну, вам бы с сестрой реально классно видеться, а с мамой как будто бы чуть видеться чуть реже, вот, потому что там от мамы, может быть, прилетает какая-то штучка. Ну да, или продолжай эту фантазию, опять же, попробуй заметить, что там такого происходит на ваших встречах, что, чего вам не хочется. Ну да, 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 и тогда, ну, типа, может быть, на будущее как будто постараться ограничить это. Ну, короче, вот так. Да, отлично, я думаю, двигаемся дальше, такой был разогревочный вопрос. Я, кстати, знаешь, перед вторым вопросом, который, мне кажется, такой похож немножко на боевик, хотел сказать, что у нас были вопросы про то, как, допустим, рассказывать, беседовать с своими младшими братьями и сестрами про сексуальное просвещение, либо еще что-то. Вот я в этом смысле хотел сделать отсылку к нашему выпуску с Ксюшей Денисенко про подростков. Там тоже есть вопросы про братьев-сестер, и можно его тоже послушать, думаю, из него можно почерпнуть что-то тоже. Супер. Да, поехали. Здравствуйте, ребята, спасибо вам за подкасты. Спасибо вам, что слушаете. У меня такая проблема. Живу с мамой и братом, которому 31 год. Мне 24 года. Отец ушел несколько лет назад. У брата появилась ко мне агрессия, издевается, замахивается, оскорбляет и может очень сильно ударить, а маму каждый раз доводит до слез. Он может резко разозлиться из-за какой-то фразы, у него как будто неконтролируемая агрессия. Мама справиться не может, разговоры не помогают, говорили ему обратиться к специалисту, считая каждый день ссоры. Живем в одной квартире, у каждого своя комната. Он не хочет жить отдельно и снимать квартиру не хочет. Каждый раз говорит, чтобы я нашла мужика и жила с ним или сама снимала бы эту квартиру. Снимать квартиру не могу и не хочу, так как зарплату урезали из-за ужасной ситуации в стране. Плюс маму одну с ним оставлять не хочу. Мама ему каждый день собирает лотки на работу, стирает вещи и терпит хамство. А он даже благодарность сказать не может. Иногда у него бывает как будто другая личность, например, просит с ним посмотреть вместе кино, что-то готовит для всех. Спокойные разговоры с ним не работают. Я с мамой не понимаем, откуда у него появилось такое отношение к родным женщинам. Чужих девушек он водит по ресторанам и ухаживает. А над родной семьей издевается, приходя после работы. Отец себя так не вел. Всегда маме помогал и был рукастым мужчиной в доме. А брат даже гвоздь не может забить. Все в доме, что могу сделать, теперь делаю я. Непонятно, где он нахватался такого отношения к женщинам и набрался такой безответственности. Я с ним уже и не общалась, и ругалась. Все бесполезно. Не понимаю, как с ним можно теперь наладить отношения. Я его люблю и могу в каких-то моментах понять. Но такую жестокость я никак объяснить не могу. Либо это из-за ухода из семьи отца, либо что-то еще. С отцом я не хочу общаться, мне за маму больно. Я уже сама стала нервной из-за такого отношения с братом. И чувствую, что сама начала агрессировать, считай, на ровном месте. Еще меня волнует, что его негативное отношение ко мне влияет на мою личную жизнь. Я за эти годы никак не могу ни с кем познакомиться и строить отношения. Парни меня, как будто боятся, избегают при хорошем в начале общении. Я понимаю, что строить отношения с детственницей может быть проблематично. Плюс я нестандартная красавица. Парни что ли чувствуют, что я без опыта в отношениях, хотя я работаю. Плюс стараюсь ухаживать за собой. Или я просто себя так накручиваю. Думала еще насчет психолога-психиатра, но пока никак не могу найти специалиста. Или просто чего-то, боюсь, стесняюсь. Вопрос. Как реагировать на агрессию родного человека в семье? И не накручивать себя насчет влияния отношений брата. Боюсь, что буду подсознательно искать абьюзера. И ухода из семьи отца на мои взаимоотношения. То есть, как не накручивать себя насчет влияния отношений брата. И ухода из семьи отца на мои взаимоотношения с противоположным полом. Да, потрясающая история, конечно. Что тебя бы не потрясло особенно? Слушай, ну, у меня две эмоциональные реакции такие. У меня сочувствие, конечно, очень такое, ну, не глубокое, а, ну, хочется, ну, как будто пожалеть. Ну, посочувствовать, пожалеть, вместе погрустить. Кого именно? Ну, сестру и маму. Ну, тяжело. Тяжело. Вот. И поэтому такое, как будто сочувствие, что в такой ситуации, конечно, оказаться не хотелось бы, и поэтому хочется посочувствовать. Вот. А вторая реакция, ну, как будто у меня такая чуть-чуть злая, чуть-чуть агрессивная на маму и сестру. Типа, ну, какого фига, про него такая забота, про этого 31-летнего. Хватит ему уже собирать лотки, хватит ему стирать вещи, хватит беспокоиться насчет его агрессии. Взрослый человек должен разбираться сам. Если он захочет, если ему понадобится помощь, у него есть рот, он может попросить. Ну, типа, знаешь, потому что у меня ощущение, вот, у меня, знаешь, какое ощущение, что это большой ребёнок, ну, вот, потому что какое-то такое истеричное поведение, знаешь, такого неконтролируемого ребёнка, вот, а над ним пекутся несколько нянечек. Вот у меня вот такое ощущение. Угу. Да. Ну, продолжая тогда твои эмоциональные реакции, вот, что мне ещё кажется странным в этом, то, что, наверное, конечно, в этом рассказе, в тексте наша слушательница, ну, старается донести, что происходит, такую историческую справку нам даёт. Вот, но, тем не менее, вот, нам означает факт, там, кричит на меня, может даже ударить. И там дальше продолжается, там, как ни в чём не бывало. Или там, вот, он мне говорит, съезжай к мужику, вот, а вы дальше продолжаете, но я не могу съехать к мужику, потому что у меня там, в общем, то-то, то-то, то есть, ну, такие доводы приводите. Но вообще, если вот я слышу так тоже, что меня, там, кого-то могут ударить. Так. Ну, это же жесть. Да, ну, да, я про то и говорил, что это очень тяжело, да. Вот, или там, съезжай к мужику, вот ты охерел. Бери сам и съезжай к своему мужику. Да, 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 вот именно у тебя есть рот, как ты сказал, тем более, Саш. Ну, то есть, вот, хочется, да, его так прессануть. Да. Ну, потому что, но, опять же, вот, интересно, что у нашей слушательницы, она так достаточно... Снисходительно, ты имеешь в виду, как будто бы, к этому? Ну, как-то фактологически про это пишут, хотя, ну, жесть же. Ну, да. То есть, у них дома, похоже, там, периодически... Живёт агрессор. Физически опасно. Ну, да, то есть, не знаю, вызывать полицию, если ударили. Или, ну, то есть, ну, хочется, да, вот мне. Это не совет, это просто вот про какое-то... У меня очень много такого... Чего? Чего? Что? Вот, ну, то есть, вот таких эмоциональных реакций. А у мамы тоже, как будто, этих эмоциональных реакций не очень много. Она там может обижаться, что-то там т-т-т, но имеется в виду именно агрессия. Вот. Она как будто продолжает о нём заботиться, там, готовить ему еду. Ну, то есть, вот наши дамы, похоже, там, могут страдать, могут обижаться, могут там как-то... Но вот как-то очень рационально объясняют, как-то пытаются быть спокойными, пытаются быть адекватными, пытаются быть какими-то там выдержанными, может быть, воспитанными. Я не знаю, да, вот мы воспитаны, а обратно не воспитаны. И вот, на самом деле, в случае... в таком случае есть такой парадокс психологический, что когда... я сначала зайду чуть-чуть издалека, потом вот конкретно к этой ситуации, что когда, допустим, ребёнок гиперактивный... То иногда причина как раз в том, что у неё очень сдержанные родители. И ребёнок, вот, скажем так, в нём, в этом ребёнке размещена вся эмоциональность этой семьи, по сути дела. Он её зеркало. Он настолько сдержанная семья, что хоть кто-то должен в этой семье... Эмоционировать. Вести себя, да, эмоционировать. И вот здесь тоже настолько такая семья какая-то вежливая, воспитанная, какая-то вот вся такая, что, ну, кто-то должен выражать агрессию. Вот у меня ощущение, что вот в нём вся агрессия семьи. Отец был адекватный, мать адекватная, сестра адекватная, и только один. Вот. Хотя, ну, по большому счёту, в этой ситуации все должны быть агрессивные. Да, да, да. Чё ты мне сказал съезжать? Сам съезжай, пошёл в жопу. Ну, то есть, знаешь, ну, типа, я тебе буду сейчас лотки собирать, тебе, сам и здесь я готовлю, блин, ну, и так далее, да. То есть, как будто агрессия должна быть со всех сторон. А здесь как будто все такие кошечки, а только вот этот агрессивный чувак. Ну, это вот такие вот размышления про некоторые моё удивление, вот, и мысли о том, как агрессия размещается в семье. Вот, по поводу второго пункта. Интересно ещё, вот вы пишете, что отец ушёл, и после этого началось. Как будто бы есть идея, что, ну, словно он такой, ну, всё, теперь я самый сильный в этой семье. А-а-а. Вот, и могу, да. То есть, типа, такая мужская фигура стала, да, основная как будто. Да-да, да-да-да. Вот, отец был хороший, мог починить там всё, а этот не может ничего. И я буду подчинять агрессии, значит, всех. Да, ну, вот это такая одна самая прямая идея, но вообще, мне вот что ещё подумалось. А вы пишете о том, что вы не общаетесь с отцом, потому что вы на стороне мамы. А вот интересно, на чьей стороне в этом разводе сын. Потому что он, как одна из гипотез, возможно, как раз и думает, эти женщины настолько никчёмные, или там довели отца, или бы ещё что-то, что он ушёл из семьи. Вот, ну, просто у меня вот были такие случаи, и тоже в моей расширенной семье большой, вот, где реально дети становились на разные стороны по поводу... По поводу разводов? ...родителях. Да, и на этом случался их конфликт. Потому что и часто как раз сыновья становились на сторону отца. Ничего себе. Вот. И тогда очень логично, что он вас начал мочить, потому что вы развалили эту прекрасную семью, этот прекрасный отец. Ну, не вы, в смысле, вы дочь, а вот... Ну, как-то, может, на мать он взлетит. Ваша женская коалиция, да, ты имеешь в виду? Женская коалиция, да-да-да. Вот. Ну, это вот понятно, что ни на чём эта мысль не основана, потому что из текста это неясно, но вот эта идея, эта гипотеза возникла на том моменте, где вы говорите о том, что именно после ухода отца, после развода всё случилось, начало происходить, и именно вот вы поддерживаете мать, я думаю, а кто-то должен же поддерживать отца. Ну, вот ваш брат, пожалуйста. Поддерживает отца, да. Поэтому огребайте все. Да, отец, видимо, настолько был хорош, что вот, ну, тоже агрессию не размещал, но вот сыночек-то за всю семью всем люлей раздал вообще по полу. А прикинь, если это правда, и он реально свалил, потому что его так достали, что отец ушёл. Ладно, это просто шутка, не... Да, ну, тут, видите, мы так импровизируем, да, это важно отметить, что на вашем рассказе это никак не основывается. Вот, ну и ещё вот, наверное, в третьем пункте про какие-то вот конкретные мысли, которые мне пришли. Ты уже начал говорить это вначале, про то, что хватит его готовить еду, вот, почему вы вообще это должны делать, назовём так, тем более, почему вы должны это делать, ну, понятно, что это к матери, да, знаешь, как будто обращение, когда есть конфликт, есть неудовольствие в отношениях. И понятно, что там нам задаёт вопрос не мама и так далее, но и вы тоже, наверное, можете быть в этом смысле попоследовательнее, вот, в своих поступках. Но вот что мне ещё хочется сказать, как решаются эти вопросы? Да не знаю, наверное, делить хату надо, похоже. Вот, разъезжаться. Совсем ты можешь, да, прям? Да, да. Вот, пусть получает свою там часть комнаты и вперёд живёт. Ну, то есть, а как здесь ещё выживать? Ну, да, да, да. Вот. Ну, и вот есть ещё же вторая часть нашего вот этого письма про то, что кажется, что негативное отношение к вам брата влияет на вашу личную жизнь, и там дальше вот это вот перечисление про... Вот здесь для меня какая-то фантастика начинает происходить, потому что я, конечно, вообще не понимаю, как негативное отношение к брату влияет на вашу личную жизнь, и как так видят парни окружающие и начинают избегать с вами общения. И вот я тут вообще ничего не понял. Саша, может быть, ты что-то понял. Вот мне кажется, что это вообще две связанные вещи. И вообще понятно, что вам, возможно, вы находитесь перманентно в конфликтных состояниях, не можете никого привезти к себе домой, в гости и что-то ещё. Вот это я понимаю. Но в остальном... Как, типа, в основном влияет, да? Да, брат как бы вообще здесь... Причём здесь брат тоже как будто пошёл в жопу. Вообще никак не влияет на эту ситуацию. Причём здесь вообще это? И в этом смысле да, у меня есть рекомендации вы к психологу, брат тут ни при чём. Вот прорабатывать своё какое-то... Свой вопрос отношений. Гоша, можно ли просто фантазию рассуждения я вкину? У меня есть всё-таки ощущение, не знаю, почему оно такое, почему именно такая фантазия приходит мне в голову, но как будто бы там очень большая, типа, роль мамы во всём этом. Сейчас объясню. Давай. Вот, типа, ушёл отец. Сейчас, опять же, фантазия. Это просто фантазия, это не, ну, как бы, это просто я, ну, то, что это не, там, отклик на вопрос, а просто что может быть чисто теоретически в моей голове. Так. Короче, там мама играет такую большую роль, что как будто бы есть запреты на встречи с мужчинами, и там не брат оказывает влияние на отношения, а мама очень большую роль такую играет, потому что смотри, типа, если будет плохой мужик, не как твой отец, или вот тебя тоже может, могут бросить, как твой отец нас бросил, или... И брату при этом вкидывается такое, там, допустим, от мамы, что... Ну вот видишь, какой твой отец хороший был? Не то, что ты. И поэтому, типа, вот столько реакций возникает. То есть, типа, мама там такая основная фигура, она вроде бы как будто бы и заботливая, про всех заботится, про сестру заботится, вот они втроём живут, вот она и о нём заботится, типа лотки готовит, вещи стирает, и вот про сестру заботится, чтобы у неё всё хорошо было, ой, про дочь заботится именно, чтобы у неё всё хорошо было. Но как будто есть и обратный, типа, фигурой как будто в семье, ну, типа, знаешь, такой заботишь, потому что, ну, отец как бы вроде, там, сестра не общается с отцом, про брата непонятно, наверняка там мама сама тоже с отцом не общается, там каким-то, может быть, только... Ну, гражданским вопросам, скажем так. Вот. И поэтому как будто мама... Интересно. Вот, но это просто теория Интересный детектив Да, да Интересный детектив Достать ножи, да Хорошо Да, погнали дальше Поехали Но вообще ситуация супер, конечно, сложная Вот, но я просто хотел... Ну, хотелось там в конце как будто еще посочувствовать Потому что, ну, это тяжело, правда Ну, жить с чуваком, который тебя в любой момент может просто так завестись Впасть в агрессию, да Иногда неконтролируемому, возможно И как бы, ну, рано или поздно это может просто закончиться как будто плохо Вот, поэтому это очень такая опасная ситуация, мне кажется Ну, да, да Здесь как будто вообще непонятно Если есть такой родственник, который живет с тобой на одной жилплощади Супер небезопасно жить И, ну, вот очень жаль, наверное Если это действительно как-то повлияло Что отношения с отцом настолько разрушены Что у него даже нельзя попросить защиту Либо содействие в разруливании жилплощади, чтобы не жить на одной Ну, то есть, похоже, девочки не справляются А сейчас, во всяком случае Вот И нужна какая-то поддержка Слушай, ну, вот у меня, допустим Приходить домой, где тебя бьют Это вообще очень жестко Ну, вот у меня, ну, типа я могу рассказать про семейную, допустим, ситуацию У меня дядя любил выпивать И они жили вместе с бабушкой И, ну, как-то раз он ее толкнул Ну, и отец, конечно, мой пришел Он ему объяснил Мягко говоря, ну, как нужно Жить вместе С бабушкой И дядя, конечно, ну, потом на какое-то время там затих Потом снова начал пить Но не буянил уже Вот, и потом уже он только Ну, там, когда мы с ними разговаривали Уже там Такой у меня После подросткового возраста был И он, конечно Ну, и там, когда бабушка умерла Он очень, конечно, сильно жалел Типа про там поступок И у него такое было прям сожаление И он очень скучал Типа и тому подобное Вот И я, конечно, не представляю, как здесь Типа нужно поговорить с чуваком Кто должен поговорить с этим чуваком Как раз-таки, может быть, и отец, да Который должен, может быть, и Какой-то хороший пример подать Вот, поэтому, конечно, очень ситуация Это такая сложная Ну, да, здесь он как будто исключён из семьи Да-да-да, да И как будто Да Роли не играет Вот Чё, к третьему вопросу? Да Поехали Привет Спасибо за подкаст Который вы делаете Это очень круто Давно на него подсело Спасибо Прикольно, что говорят про зависимость Да, на подкастах Вот Я пару лет живу в другом городе С семьёй вижусь редко Мне 24 Моему брату 15 Он заканчивает 9 класс Часто слышу от мамы Да и сама вижу Когда приезжаю Что у него трудности с уроками Хотя в целом Он интересующийся человек Но с некоторыми учителями Отношения не ладятся Они часто к нему предвзяты Из-за этого и проблемы Знаю Как это может звучать Но тут действительно так Подтверждается примерами Да и одноклассники бывают жестоки Потому что он не ругается матом Не курит И более спокойный, чем они За оценки его не ругают Никогда не пытались сделать из него отличника Учится неплохо Есть пара троек У тех самых учителей Мама порой просит с ним поговорить Чтобы он взялся за ум Так как надо сдавать экзамены Планирует идти в колледж Начинает что-то делать Только под пристальным присмотром папы Я переживаю за его будущее Но не понимаю Чем могу помочь Стараюсь на своём примере Что-то объяснить Говорю с ним как сестра Он вроде бы что-то понимает Но ничего не меняется Сам он довольно мягкий И домашний парень Как донести Что сейчас важный период Когда надо поднажать Отношения наши Считаю доверительными Может быть я могу сделать Что-то посестрински Когда родительские разговоры Не работают Вот такой вопрос Да Я знаешь Весь вопрос Для меня парадоксален Вот в чём В том что вроде бы говорится Что Про заботу про пользу Так Запомни мысль У меня про другое Хорошо Но мне кажется Сейчас ты интересно Что-то тоже зацепился Про то что У него проблемы с уроками То есть он Что Но дальше Одновременно Он хорошо учится Всего несколько троек То есть А в чём проблема То есть Парень при том что он Особо там не Видимо не делает домашки Нормально учится В чём там проблема По учёбе Я вот вообще не понимаю Но зато Вот в этом тексте Зачем-то рассказывается Что вот У него проблемы с Одноклассниками Которые жестоки Что учителя к нему Предвзяты Вот То есть как раз Мне кажется что Проблема-то в том Что действительно ему Тяжеловато в коммуникации Что есть давление От одноклассников Есть какое-то Недопонимание Некоторых учителей И Тройки-то у него как раз Там где учителя К нему предвзяты Так Вот А почему-то Родители просят Говорить сестру И сестра сама Переживает за то Что он За его будущее Что он Чему-то там Не выучится Хотя Он учится нормально Даже при вот этих Сложностях С одноклассниками И с учителями Вот И я не понимаю Что вы до него Докопались Как будто В этом проблема Это нет Проблема в другом Проблема в том Что ему тяжело С одноклассниками С одноклассниками Да Вот там ему Нужна поддержка В девятом классе Тебя там какие-то Одноклассники Мочат И ты чувствуешь Себя отдельно Потому что У тебя нету С ними общих Вредных привычек Ты не агрессивный И так далее То есть я представляю Сестра так нам написала А часто там Может такое происходить Да Какая-то там Агрессия К таким тихим Спокойным детям Которые урматами Ругаются Вот возможно там Какие-то Ну достаточно неприятные Вещи с ним происходят Вот Каким-то образом Он почему-то Не договорится С какими-то учителями То есть возможно Там Дело в том Что они какие-то Учителя мрази реально Либо ну У него что-то Не удается договориться По каким-то причинам С кем-то То есть не хватает Собственных возможностей По переговорам Условно говоря То есть мне кажется Что вот здесь Его надо поддерживать А не в том Чтобы он садился С домашки Мотивировать его Чтобы он там В общем Что-то делал Вот Слушай, но Вот У меня вот это Такой первый пункт Хорошо У меня Знаешь Какая 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 мысль возникла Почему я зацепился Про заботу Как будто У меня вот ощущение такое Как будто бы весь вопрос Ну говорит о том Что вот я пытаюсь Позаботиться о нем Я пытаюсь сделать Как можно лучше Но знаешь У меня Какая 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 мысль Как будто Ощущение от всего вопроса Что подростку говорят Слушай, чувак Нам не важно Что ты хочешь Так Нам типа важно Чтобы Ну у тебя Как будто бы Все было хорошо Типа Чтобы ты учился нормально Чтобы ты поступил Да Как будто Короче У меня такое ощущение Что родители и сестра Как будто хотят Закрыть Знаешь Какие-то Не знаю Там не свои личные потребности А что-то такое сделать Чтобы быть довольным сыном Понимаешь Но никто его не спросил Типа А ты-то сам Что хочешь То есть Да Ну вот понимаешь Типа Все с ним говорят Как будто Слушай Ну да Ну нет Я правда На самом деле Вот Я поддерживаю Там Девушку-слушательницу Которая слышит Ну которая В плане учителей Очень хорошо говорит Не всегда Все взрослые И являются Знаешь Такими истинными Обладателями истины Да Взрослые Особенно учителя Мне кажется Многие родители Недооценивают Вот эту вот историю Когда Там Когда встают На сторону учителей Знаешь Так типа На них ответственность Перекидываешь Что Вот я не хочу встревать Там учитель Да он знает Он взрослый человек Он сам разберется На самом деле Очень многие учителя Часто бывают Совершенно неправы Типа Относительно касательно Тихих детей И мне кажется В такой ситуации Очень важно разбираться И вот В этом вопросе Я очень поддерживаю Что вы Ну вы молодец Что типа Вы встаете Поддерживаете Там ну как бы Брата Потому что Ну как бы Взрослые люди Могут быть неправы Но с другой стороны У меня типа Вот такая Ну как будто Такой большой вопрос Типа Чуваки А вы его-то спросили Типа сам Он чего хочет Ну хочет ли он поступать В колледж Или это как будто Такая история навязанная Или там Чем он сам хочет заниматься Какие у него вообще интересы То есть Здесь как будто В вопросе говорится Про все Интересы всех Кроме него Вот у меня такое ощущение Ну да Что Мне Особенно веселит Формулировка Чтобы Мама просит С ним порой поговорить Чтобы он взялся за ум Да вот что такое Взяться за ум Это уже хороший Типа вопрос А что это такое Так как надо сдавать экзамены Вот так как надо сдавать экзамен Ну вот Давай второй пункт Тогда вот Мне кажется Что это реально Очень катастрофическая фантазия Какая-то У нашей слушательницы И мамы И так далее То есть Если Вот Парень видимо Написано Планирует Идти в колледж Видимо он сам хочет Пойти в колледж Но им кажется Что что-то он делает не так Не берется за ум И в колледж этот Не поступит Ну то есть Что у вас реально Что Есть мысль Что он не поступит Потом не знаю Сопьется Попадет в тюрьму Сядет на наркотики Ну то есть Что с ним произойдет Ну вот он планирует Пойти в колледж Хорошо учится Вам кажется Что он недостаточно Взялся за ум Но не поступит он в колледж И чё Ну то есть Что с вами Здесь происходит Почему вам кажется, что что-то вот... Мне кажется, здесь как раз такая вот есть идея, вот, ну, опять же, мы, опять же, к сестринско-братским отношениям переходим, уже не про родителей, а про... Вот, что, опять же, родители просят, мы не справляемся, ты там тоже... — Займи позицию, да, подзайми так нашу позицию чуть-чуть тоже, да, типа... — Да-да-да, и вот теперь сестра, вот, опять же, тоже как будто является втянутой в эту историю, что теперь есть что-то нужно делать и так далее. Вот. Что касается третьего пункта, вот, прямой ответ... — Вопрос? — Второй вопрос, да, потому что первый вопрос, как донести, что сейчас важный период, когда надо поднажать, я без понятия. Мне кажется, дети в девятом классе сами понимают, что им нужно поступать, вот. Не знаю, что там надо делать, у меня нет такой идеи. Вот. Что касается, может быть, я что-то сделаю по-сестрински, вот, мне кажется, надо спросить его, слушай, мне двадцать четыре, я твоя сестра, может быть, тебе что-то интересно? — Может быть, как-то я могу тебе помочь, да? — Да, и в чём-то. — И в чём-то помочь. — Вот, в чём ты видишь, что я тебе могу быть полезным? Вообще, нахрена я тебе нужна? Может, не нужна? Вот, ну, в какой-то помощи, имею в виду, да? Не вообще в жизни, а вот, может, пока непонятно всё ты делаешь. То есть, мне кажется, вот это сестринская история. — Слушай, ну вот я могу привести пример, типа, касательно братско-сестринских. У меня сестра, младшая, у меня брат-близнец, для тех, кто не знает, и младшая сестра. И... — Так. — Давай так. Ещё раз оговор... Не ещё раз, а оговорочка про то, что почему для меня вот это там, в том числе, тема выпуска подкаста такая интересная и одновременно сложная, потому что у меня нормально всё в отношениях с братьями и сёстрами. Вот. И сестра как-то раз пришла, она занимается танцами, она хореограф. Она, кстати, будет танцевать на финале чемпионата мира 18 декабря. Вот. На закрытии. — Может быть, ты увидишь её. — Да, может быть, её увидите. Вот. И в общем, — Анна Гаврикова. — Спасибо, Гоша. — А, не надо было бы это говорить. — Да, нет. Я думаю, что кто захочет, тот найдёт. Да. Привет, ФСО. Вот. Короче, она как-то пришла с такой, наверное, просьбой. Она занимается танцами, она хореограф, и у неё там встала дилемма такая. То есть она могла участвовать в каких-то сторонних проектах как фрилансер, то есть её там условно забирают под какой-то танцевальный проект. Она там готовится, тренируется, танцует. Или такая постоянная работа 5-2, там есть в Москве такая штука «Остров мечты», где там, ну, там условно каждый день танцуют. То есть работа 5-2 такая стабильная, типа, условно. И вот она пришла с такой историей, типа, что, типа, я не знаю, вот мне как будто нужно там зарабатывать деньги, но с другой стороны, меня там периодически зовут в проекты, и как будто бы мне деньги нужны, но и в проектах работать клёво. Типа, типа, ну, и она даже не попросила совета, она спросила, что ты думаешь по этому поводу. Я сказал, ну, если ты интересуешься, как я думаю, типа, как бы я там, если бы я был на твоем месте, я бы поступил, то я бы, конечно, выбирал, типа, условно проекты, потому что всегда ты можешь обрести, типа, за счёт нетворкинга, там, какие-то новые связи и там подобное. Но если ты, типа, меня спрашиваешь словно как брата, то, там, если тебе нужны деньги, я могу тебя финансово поддержать, и тогда ты можешь смело идти, там, работать на этих фрилансерских проектах, но и всегда обратиться мне, там, за какой-то определённой суммой. Если ты, ну, как бы, но при этом я не хочу за тебя выбирать, а выбор оставляю за тобой. Ты сама-то что хочешь? И она, как бы, призадумалась, и в итоге она там выбрала, там, вот этот остров мечты, стабильную работу, но и, как бы, я ей сказал ещё фразу про то, что ты всегда можешь уйти оттуда, если что, как бы, тебя на работе кандалами никто держать не будет, как бы, условно, да, ты всегда можешь забрать документы, там, уволиться, уйти. Вот, и она выбрала остров мечты, да, проработала, там, три или четыре месяца, если не ошибаюсь, вот, и в итоге всё равно оттуда ушла, пошла на проект работать, как бы, там, и это, типа, история не про то, что, не про мой, типа, я за неё выбрал, да, а мы с ней обсудили, поговорили, я спросил, что она сама хочет, она спросила, что ты об этом думаешь, и вот так вот, типа, она сама пришла к решению, которую она хотела, и которую, я думаю, какой-то опыт принесло, вот, поэтому, мне кажется, очень важно, знаешь, типа, не занимать, к чему это всё, к чему вся эта история, мне кажется, очень важно, типа, в отношениях брата и сестры, когда, там, вы старше, не занимать вот эту, знаешь, такую родительскую позицию, наоборот, типа, спросить, слушай, ну, а ты сам что думаешь, если ты, там, интересуешься моим мнением, то я считаю, что так, а ты сам что думаешь, то есть не оставлять своё мнение, знаешь, как истину, я вот думаю вот так вот, мне кажется, тебе надо делать вот так вот, так, или я думаю, что можно сделать так, а ты сам что думаешь? То есть всегда вот это, мне кажется, ключевая фраза, которую надо добавлять, и тогда ну, общение, оно будет как будто бы наравне и совсем легче будет выстраиваться, и тогда тот ваш брат, сестра, там, сват, брат, да, неважно, он, ему будет легче самому сделать выбор, потому что его выслушали, послушали его мнение, поделились своим мнением, и как будто мы на равных поговорили, значит, с таким ощущением классного завершённого диалога, вот что как будто я про это думаю. Ну да, я добавлю, что, мне кажется, как раз идея, что я что-то подойду к человеку, что-то ему ватру, как ему там надо жить, это, конечно, странная затея, вот, немножко выглядит, что вот это реально, человек не берётся за ум, ну, то есть он, кто там, войдите, да, вот, а я вот подойду и своей вот этой умной мыслью, как ему дам, и вот, наконец-то он там... Озарение придёт ему, да. Начнёт что-то соображать, да-да-да, то есть, ну, какая-то такая для меня очень скользкая позиция, скорее, вот, про то, что, ну, максимум создать пространство, где будет, возможно, открытый, честный диалог и открытые, честные высказывания своих переживаний. вот там, возможно, но вообще, ну, здесь, ну, мне кажется, здесь какой-то вот, если ему что-то от вас важно, то подойти и спросить у своей сестры, кажется, если у вас, вы пишете, отношения доверительные, ну, тогда он, если ему что-то волнует, он подойдёт, спросит. Да-да-да. Ну, что вы такого переживаете? Вот если ему что-то будет нужно от вас, как от сестры, так и подойдёт и спросит, вот. Но, кажется, здесь всё-таки у вас есть идея, что он недостаточно, что-то в нём не хватает, и поэтому вам нужно что-то додать. Да. Так надо же себе и честно признаться. Кажется, мой брат тупой, в колледж не поступит, нахрен надо взять на него менторство и дотащить этого тупенького человека до нормальной образования. Так, Кош, ну, звучит, как будто на цитаты. Да, если действительно ситуация такова, что брат тупенький, надо его тащить за шкирку, чтобы он куда-то хоть поступил, то тогда и вопрос тоже отпадает. Вот ваш. Всё, понятно, берите и тащите, иначе пропадёт парень, и всё, сопьётся, сдохнет бомжом. Ну, всё, тогда вот. А тут как будто вы пытаетесь держать позицию. С одной стороны, я уважаю человека, вот надо как-то, а с другой стороны, хочу, в общем, быть такой очень демократичной сестрой, которая вот такая вся вот, ну, но тем не менее считаю, что он глупенький, и надо мне вмешаться. Тогда вот выберите, на каком стуле вы сидите, либо за шкирку и тащить, либо либеральные ценности. Такие времена нынче. Ладно, не можем никогда без этого обойтись, без таких параллелей, но... Да, Гош, интересно, ты бюллетень сейчас предоставил слушателю, выберите, либо то, либо это. Ну, вы понимаете, да? Да, да, да. Да, конечно, конечно, да. Сейчас разогнался и шучу, но я серьёзно так думаю, что, ну, если у вас правда такая, что он пропадёт, то надо тогда и действовать, как в случае с МЧС, когда они иногда не спрашивают, просто берут за волосы и тащат. И тащат, да. Потому что иначе там чувак утонет, ну, условно. Да, да, то есть они там хватают уже как есть и вытаскивают. Там уже не до вот этого, извините вам помочь, там уже берут и всё. Поэтому, что у вас за ситуация? Класс, погнали к вопросу дальше. Да. Привет, замечательные люди. Вы и ваш подкаст давно покорили моё сердце и помогли разобраться со многими проблемами в голове. За что спасибо, вы действительно крутые. Спасибо за такую обратную связь, очень приятно. Так вот, суть такова. Мне 21. Есть две сестры, одна из которых замужем и проживает в другом городе. С мужем у них большая разница в возрасте. Ей 27, ему 42. И проблема в том, что человек он, мягко говоря, так себе. Однажды он унизил мою сестру, мою другую сестру, жёстко осуждая за то, что она не замужем, работа не та и так далее. При этом он её оскорблял и повышал голос. Его жена, то бишь вторая сестра, в то время покорно молчала, а я вместе с ней. Была совсем ребёнком, но до сих пор сидит вина, что не вступилась. Прошло несколько лет, приехала в гости, мне 17. Сестра болела, поэтому он один отвёз меня на море. В итоге, куча комментариев по поводу моего тела и прямолинейных предложений секса. Цитирую, Да твоя сестра в любом случае будет не против, если мы переспим. А я бы этого очень хотел. И куча пошлых других фраз. Затем просто замял, а на мне жёсткий отпечаток. Сестре не рассказала. Да, струсила и такое себе решение. Ссылалось на то, что она в любом случае будет на его стороне. Теперь он в пике военной операции. Так, в пике войны. Куда поехал по своему желанию. Это уже о его человеческом. Поняли, да? Сестра обижается, что я не проявляю интереса и не тянусь к ним. Не хочу приехать к ней, помочь с детьми, не отвечаю на его звонки. Не знаю, как объяснить ей, что он мне неприятен. Подобных случаев с ним было много. Это лишь часть. Переживаю, что он её загубит. Не знаю, как помочь. Да и обида ещё сидит. Детство у нас было тяжёлое, родителей нет, боюсь и её потерять. И вот, чё делать? Вот такой вопрос. Пиздец, конечно, Гоша. Первый пункт. Вообще. Да, я так нервно. Вроде тема про брата и сестру, но... Ну, в смысле, про брата и сестёр, я имею в виду, общая тема выпуска, но вопрос пиздец, конечно. Да. 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 Слушайте, ну вот вы так тоже нас спросили, и вот чё делать. Вот смотрите, в первом пункте, давайте рассмотрим, между чем и чем стоит выбор сейчас у вас. То есть, ну, по сути дела, вас, вы, опять же, вы так формулируете выбор. Мне кажется, выбор в другом, но вот как я сейчас могу из текста понять. Выбор между своей агрессией, то есть, послать нахер этого мужа сестры, сказать сестре, что вы не будете с ним общаться, потому что он мудак, и там, рассказать ей, допустим, и либо не рассказывать, просто сказать ей, ну, мне не нравится твой муж, я не буду с ним общаться, вот, и всё, мне он неприятен, я тебя люблю, переживаю за тебя, но твой муж, жесть. Вот, ну, то есть, как будто у вас выбор сейчас именно в реализации своей агрессии, либо, сохранить слияние с сестрой, сохранить добрые отношения. Вот, ну, и какой здесь выбор может быть? Ну, потому что и агрессии до хрена, и сестру люблю, ну, выбор как будто, и что делать, вот, на него сейчас нет ответа, потому что, ну, реально вы в жопе, вот, потому что на вас сестра давит, не подозревая ничего, и любя своего мужа, и даже не помышляя о том, что такое могло с вами произойти в отношениях с ним, и вас распирает, потому что вас принуждает к тому, что вы, ну, и этот муж пытался вас там соворотить, несовершеннолетнюю, и, эм, сейчас он вам звонит зачем-то, пошел нахрен, что ты звони, жене своей звони, вот, ну, то есть, как будто очень много агрессии, и вот, вот этот выбор, ну, и что делать, вот, ну, ничего не делать, вот просто заметить, что у вас две очень конфронтирующие тенденции, вот, но дальше вот давайте разбираться, вот во втором пункте, не знаю, есть ли у тебя что к первому прибавить? у меня почему-то, знаешь, такая метафора, у меня, как будто я представил, знаешь, через, давай через такую выдуманную историю, представим, что мы садимся на электричку, в пустую утром, и заходит мужик, который дрочит, и вот я подумал, какие у меня могли бы быть три состояния, а, я хочу агрессивно ему вломить, чтобы он вышел с электрички, да, типа, ну, это один путь решения, второе, б, я могу уйти в следующий вагон, и тогда все равно мысль о том, что этот мужик где-то в другом вагоне продолжает находиться, все равно будет со мной оставаться, и три, я могу просто выйти из электрички, чтобы он уехал, и я больше его никогда не видел, условно, и я подумал, что как будто бы, ну, на этой там метафоре есть, как будто и здесь тоже, ну, типа, я представил, что вот этот, типа, муж сестры, вот этот дрочер, и что тогда я могу ему сделать, но при этом очень важный, типа, такой комментарий, что очень, мне кажется, очень важно, типа, ориентируется на свои силы, возможности и размер, но, типа, я точно не могу мужику там вломить, агрессивно что-то сделать, потому что, ну, может ответная реакция последовать, которая мне навредит, ну, что я могу, типа, сделать, если я уеду подальше, ну, вот, как вы видите, типа, я уехал, я с ним не вижусь, но все равно продолжают звонки поступать, от него, от сестры, да, там, от второго человека, который тоже в электричке дрочит, условно, вот, и как бы, и это то же самое, что уйти в другой вагон, но все равно жить в смысле, что он находится, ехать в электричке в смысле, что он находится в соседнем вагоне, понимаешь, и типа, и третий, как будто, выбор, что, ну, я могу совсем контакты оборвать, со всеми, с ними, и как бы, спокойно продолжать ехать на следующей электричке, ну, условно, там, жить дальше свою жизнь, вот, у меня как будто, вот такие три мысли, в первом пункте. Хорошо, тогда вот второй пункт. все-таки про сестру как-то очень много фантазий. То есть, что вы, она вот тогда, при той ситуации, когда он унижал вашу другую сестру, покорно молчала, вот, не знаю, покорно ли она молчала, либо она в душе переживала, либо она там потом на него орала, ну, то есть, вот тогда вы, в той ситуации вы описываете, как та, которая, ну, вот, как-то ничего не возразила. Угу. Но не уверен. Да? Не знаю. Вторая, вот, ваша сестре, вы не рассказали о его приставаниях к вам, потому что она в любом случае будет на его стороне. Третья, боюсь, и, ну, если я как-то начну сейчас ей про это рассказывать, боюсь ее потерять. четвертая ваша такая идея, что боюсь, что он ее загубит, как будто сестра вот такая немощная, которую просто, беспомощная, которую загубит какой-то там мужик, вот, ну, и так далее, вот. Типа, очень много фантазий, да, на тему этого всего? Да, и мне кажется, что часть из этого точно может быть, конечно, правдой, но все-таки это ваше восприятие, это ваши проекции, то есть, если вернуть к себе, то их как-то и заметить свои собственные потребности, то можно, хочется вас спросить, а вот, что, собственно говоря, с вашим желанием отвергать такую семейку? Ага. Вот, видимо, очень хочется, где один, ну, условно говоря, я не знаю, как сказать, низких моральных устоев человек, второе, вторая его почему-то поддерживает, как вам кажется, или она реально это делает, ну, в общем, нахрена вам такая семейка? Вот, вообще в родне, у вас вон вторая сестра есть, на секундочку, вот, ну, я не предлагаю это делал, просто я предлагаю заметить. Да-да-да, я понимаю. Что вы сами хотите очень сильно, видимо, отвергнуть там и его, и, может быть, сестру, и обидеться на нее, что она молчала, что она вот вас не защитила, это старшая сестра, и что она вот так не видит, какой там мудила живет рядом с ней, ну, и вот, то есть, видимо, туда много тоже агрессии, вот, и, вот, это такой второй пункт, позамечать свои собственные эмоции, позамечать свои собственные импульсы, позамечать свои собственные потребности, позамечать то, что вам самой хочется, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Вот, ну и, наверное, вот то, что вы говорите про третий пункт, как-то, правда, очень, ну, жалко, вот, ну, я не знаю, многие жалость воспринимают как какое-то, не знаю, оскорбительное послание, но для меня это вот, правда, вы говорите, вот детство было тяжелое, видимо, у вас была какая-то такая сплоченность с сестрами, компашка, вот, боюсь ее потерять, родителей нет. Как-то вот ко мне приставали, а я не смогла ничего рассказать, потому что струсила, вот, при мне унижали сестру, я тоже сидел и молчал, ну, как будто, правда, очень много, вот, много вас обижают, очень много как будто вам достается, и в этом плане, правда, много жалости, сочувствия, ну, жаль, что так с вами происходит. И в этом смысле, ну, как-то хочется, наверное, заметить, что во всем этом, вот, вы какая-то, вот, одна, где ваша еще одна сестра? Да, ну, если у вас кто-то еще из людей, ну, из людей, с которыми вы, вот, строите отношения, вот, которыми, вот, там, вы учитесь, например, вместе, если вы, вам 21, вы, может быть, студентка, ну, правда, такая, знаешь, ситуация, вот, как раз таких, как будто часто одиноких детей, вот, реально используют. Вот, вот, какие-то ебанутые мужики, какие-то, вот, ну, потому что как будто они не защищены, как будто они, правда, вот, очень уязвимы. И в этом смысле за вас волнительно, и хочется, вот, спросить, как вы себя чувствуете, защищенно, незащищенно, и хватает ли вам, ну, там, людей, которых вы можете попросить защиту? Есть ли у вас какое-то пространство, где вы дом, где вы чувствуете, что это ваш дом, ваша крепость, условно? Ну, то есть, вот, как-то очень уязвимо все это звучит, и тогда действительно становится понятно, что из этой, в этом уязвимом состоянии, вот, ну, не хочется рассказывать, что, там, лучше перетерпеть, если с вами вот так обращаются, вот, сестра, которая тоже нас начинает давить, ничего не подозревая, тоже ей как-то ничего не возразишь. Ну, вот, как будто очень много страха, что ли, потому что, ну, вот, у меня, вот, если, ну, понятно, что я, во-первых, и мальчик, во-вторых, там, не 36, в третьих, ну... Ничего себе мальчик! Я не был в этой ситуации, да-да-да, ну, пусть кинет меня, ну, идея-то в том, что, ну, у меня возникает лишь одно, конечно, надо было сразу ему еще тогда просто всем рассказать, чтобы его просто, там, все, ну, отпиздили, сестра развелась, и нахрен такой вообще идиот нужен, да, ну, то есть, совершенно... А представь, если еще, ну, не только к ней же, да, это может происходить, это же вообще... Конечно, конечно, то есть, ну, у меня куча эффекта. Ну, да. Понятно, что, опять же, он тоже сейчас чрезмерен, возможно, там, можно как-то, там, решать более интеллигентными, скажем так, путями, просто куча других способов есть. Но вот вам обратная сторона медали, да, то есть, ну, почему бы я так говорю? Потому что я чувствую себя максимально защищенным. Ну, да. Вот, ну, то есть, я вот сейчас в этой ситуации ничем не рискую, и я думаю, что, ну, мои советы, естественно, они в вашей ситуации неприменимы, потому что, видимо, там настолько нарушена безопасность, и вот эта уязвимость настолько высока, что просто невозможно так сделать. Вот, и в этом смысле, вот, третий пункт как раз хочется пожелать вам найти какую-то безопасную среду, безопасных людей, безопасное пространство, где вы, из которого вы потом уже сможете действовать более смело. Вот, больше, более, больше отстаивать свои интересы и свои границы. Все, отличный пункт, Гоша. Угу. Поехали дальше? Да. Привет, ребята. С наступающим Новым годом вас. Вас тоже. Спасибо. Спасибо за ваш труд. Он помогает переосмыслить мне некоторые моменты своей жизни. Мне 20 лет. У меня есть сестра. Ей недавно исполнилось 18. Отношения у нас складываются на позитивных нотах, но есть один момент. Она жутко обидчивая, но мне, как старшей сестре, за проступки прилетает в троекратном размере. Когда она обижается, то игнорирует меня, но потом, когда разговор все-таки начинается, она тут же обесценивает все мои чувства. Но я все равно пытаюсь ее понять, а потом она дожимает меня своей истерикой и приходится извиняться, хотя я не чувствую себя виноватой. Последний инцидент был, когда мы договорились съездить к родителям, и мой парень должен был нас отвезти. Но она проспала, а молодому человеку нужно было на работу. Он уже опаздывал. Мы уехали без нее, предварительно взорвав телефон звонками. Она обиделась, что мы не приехали к ней и не разбудили. В итоге она приехала на автобусе к родителям в тот же день. Жили мы не всегда в мире, поэтому у меня есть к ней давние обиды. Но, будучи старшей сестрой, я пошла на контакт первая. Интересное обязательство старшей сестры такое. У меня тут слово старшая сестра в этом вопросе просто уже заело. Я думаю, сколько уже отсылок к тому, что я старшая сестра. Старшая сестра. Старшая сестра. Я как старшая сестра. Сейчас мы тоже, у меня есть мысли по этому поводу, сейчас обсудим. Сейчас же меня беспокоит то, что я все еще сильно стараюсь для нее, потому что люблю. Стараюсь помогать и делать жизнь лучше, в том числе и финансово. Но как она не понимает, что обижает меня тоже. Своими обидами ради того, чтобы повредничать. Своими игнорами и обесцениванием моих чувств. Своими бесконечными подколами и не очень смешными шутками. В последнее время это переходит всякие границы, и моего огромного терпения уже не хватает. Она даже спасибо мне не утруждается сказать, потому что... Дальше в кавычках цитата. Вдруг это будет как-то глупо звучать. Я не знаю, что мне делать. Не общаться с ней я не могу. Мы учимся в одном городе, далековато от родителей. Они, конечно, просят меня за ней присматривать. Я же старшая сестра. Да, как поступить в этой ситуации? Смириться с таким капризным поведением или же начать выстраивать отношения по-другому? Но если по-другому, то как? Спасибо за ответ. Извините за долгую тираду. Очень классный вопрос. Ну давай уже. Или хочешь, я начну как-то. Давай, давай ты, да-да, я потом в кино. Ну, давайте ещё раз просто фактически заметим. Давай, фактически. Что девочке 20, сестре 18. Но она же старшая сестра. Да-да-да, вот эта разница. В два года меня, конечно, вообще прям я... Да-да-да, ну то есть я же должна за ней присматривать. Вот, я же старшая сестра. К слову, у меня с братом разница минута. Он, по идее, старший. Ну вот как тебе правило? Какой временной порог обозначает старшесть, типа? Да-да-да, вот. Ну и вот дальше, то есть... Ладно, сейчас вот... Всё остальное потом. Просто вот... Давай. Очень много старшей сестры, очень много долженствования, из... ходя из... собственного понимания, что такое старшая сестра. и... реально какое-то смещение ролей. То есть вот если вам тяжело родительскую функцию выполнять, то запрашивайте поддержку у родителей, потому что вы маленькая, и это вообще не ваш ребёнок. Типа сестра себя плохо ведёт, родители приезжаете? Конечно. Да, вы поговорите с ней, я вообще уже не могу. Вот хочется даже... хочется дальше разобрать, что такое плохо, Гоша. Вот сейчас мы тоже... Я в кино сейчас обратно. Сейчас мы тоже к этому придём. Это хороший, Саша, второй полюс. Но просто, что меня ещё задело? Не общаться с ней я не могу. Мы учимся в одном городе, далековато от родителей. Они, конечно, просят меня за ней присматривать. В смысле не можете? Скажите, я не буду за ней присматривать. Ну, то есть... Ну, понимаешь? То есть и дальше в вопросах звучит следующее, что... Как смириться с таким капризным поведением? Как начать выстраивать отношения по-другому? Так вы не хотите с ней общаться. Вы общаетесь с ней только потому, что вас родители сказали присматривать за ней. То есть вопрос-то в том, что где ваше желание? Ваше желание сказать, отвали, мы с парнем поехали, вообще не трошь нас. Если что-то надо, нормально проси вообще и говори спасибо, что я тебе что-то помогаю. Вообще, в целом, я к тебе хорошо отношусь, но просто с твоим поведением иди нахрен. Вот, научишься нормально, перестанешь меня подкалывать или там... Поговори нормально. Вот, всё. Вот я тоже... Я тоже подумал, что это, типа, знаешь, такой всё, вот этот вопрос, как будут описаны, такая большая проекция. Я тоже хочу так общаться со своей сестрой. Почему-то она так общается, а я так не могу. А почему я не могу? Да. Возьмите так же... Да, тоже обейтесь на неё, её тоже повредничайте. Ну, как бы. Ну, то есть, нет, я-то, понимаешь, я, конечно же, всегда... Вот мне это озвучили, но я понимаю, что я всегда за мир во всём мире. Конечно, лучше подоговариваться. Конечно, лучше... Ну, конечно... Не всегда, Гош, не всегда правда. Сейчас, сейчас, я это говорю. Давай. Может быть, можно подумать о том, как вот так вот ей сказать, чтобы она вас наконец-то услышала. Может быть, действительно заметить, в чём там случилось, как там так сиблинговые отношения выстроены, что у вас никак не... Где там же такая тайна, что если вы другого так сделаете, то всё поменяется. Сестра такая, о, Боже, я вела себя как скотина. Я люблю тебя, старшая сестра, буду просто... Я люблю тебя. Да я не люблю тебя. Вот. Ну, мне тоже так хочется... То есть я... В следующих пунктах, я думаю, мы это и рассмотрим. Но просто вот кажется, что очень многое происходит с вами, потому что у вас есть вот эта вот старшая сестра. И в этом есть много обязанностей, на которые вы сами, на самом деле, не готовы. Типа вас посадили на должность, которую вы не хотели, да, и почему-то застали выполнять какие-то обязательства. И к которой вы не способны, более того, потому что если вы были способны, ну, ну, именно, я имею в виду, с этим конкретным человеком, у вас бы там как-то там получалось, ну, там были бы какие-то сложности, но вы уже прям говорите, коробочка терпения переполнена, всё, я больше не могу. Огромного уже терпения моего не хватает. Вот. Но я старшая сестра, поэтому я не могу с ней не общаться. Я хочу с ней научиться общаться хорошо, потому что я старшая сестра, и меня попросили за ней присматривать. Ну, то есть, ну, звучит как несколько частей «Мстители». Старшая сестра помогает справляться с финансами. Старшая сестра. Старшая сестра, конечно. Да, вы маленькая, вы маленькая, это не ваш ребёнок, вы не вывозите всю эту хрень, вот, и вы не хотите с ней общаться в таком тоне. Вам бы очень хотелось, чтобы у вас с ней были добрые отношения, чтобы вы её любили, «Но вы старшая сестра, вы обязаны за ней...» Вот вы и огребаете, и, может быть, знаешь, сейчас развиваю фантазию, это уже сейчас вообще конкретная фантазия. Давай. Что, ну, вот, вы и огребаете, как старшая. Называли старшей, 18 лет, вам показали «фак ю», и сказали «Иди нахрен, мамочка», старшая сестра, вот. Да. «Делай для меня всё, я для тебя делать ничего не буду». Поняла? Ты же старшая сестра. Ты же старшая сестра. Тебе сказали, присматривай, вот и присматривай, занимайся своей работой, сучка. Слышишь, ну, вот так вот, там вот такая вот, знаешь, я буду тебя игнорить, я буду вредничать, буду тебя засирать, но ты, старшая сестра, работай. Ты мне ничего не сделаешь, да? Работай, я сказала, в траектантном размере прилетит. Ну, то есть, ну, называйте себя старшей сестрой, тогда вот разбирайтесь с этим, если не вывозите, перестаньте себя называть старшей сестрой. Ну, не старшей сестрой, а вот тем, что вы сейчас его поняли. Вот, это такой первый пункт у меня. Очень круто, очень круто, Гоша, очень круто. Я, знаешь, про что подумал? Ещё, ну, типа, есть очень много, ну, продолжай, наверное, может быть, первый пункт, не знаю, как ты сейчас посмотришь на это. Как будто, типа, очень много, знаешь, что она должна, то есть, обращение таких, типа, от нашей слушательницы к сестре, ну, что она что-то должна, ну, типа, а почему она должна, ну, непонятно, знаешь, типа, она должна вести себя со мной нормально, она должна не шутить со мной, ну, как бы, она должна там что-то делать, она там, не знаю, она не должна истерить, она должна извиняться, она должна первой идти на контакт, да, ну, типа, а почему она должна это делать, ну, потому что что? Потому что... — Видимо, есть какое-то представление о том, какая должна быть младшая сестра. — Ну вот да, как бы, ну, непонятно, почему. И у меня вообще есть такое ощущение, знаешь, что сестра как будто, наоборот, сама больше, ну, как будто и вы не хотите о ней заботиться, и она не хочет, чтобы о ней заботились. Как будто она от родителей тоже вырвалась, а здесь ещё и человек, который ещё и за мной наблюдать будет. Я только от родителей вырвалась, только хочу нормально там потусоваться, покутить, походить по выставкам, походить по барам, а здесь ещё за мной кто-то присматривает. Ну блин, ну камон. Поэтому, мне кажется, ну, и это, мне кажется, в том числе и объясняется каким-то таким поведением. Вот, и дайте ей свободу, в конце концов. Кандалы старшей сестры снимите. — Да, ну вот такой вот, знаешь, мы как будто немножко разломбили концепцию жизни, но вот в третьем пункте попробуем их собрать. — Давай. — Я вот тоже думаю о том, что, ну, действительно, как-то с одной стороны, с другой стороны, вот тепло от того, как вы говорите. — Да. — О том, что я старшая сестра, иду на контакт первый, я её, потому что я её люблю, вот, и так далее, так далее, так далее, да? То есть, в этом смысле, правда, как будто очень хочется, чтобы у вас так или иначе получилось, и вы договорились. Но вот здесь, видимо, предстоит разговор не вот в этой иерархии, а в иерархии двух молодых девушек, которые вдруг понимают, что у них есть друг к другу какие-то чувства, но есть и много претензий. — Ну да. — И, исходя из того, что есть очень много чувств друг к другу, хочется постараться эти претензии разрешить, и вот этот барьер преодолеть. — Да. — Ну вот, если действительно очень много чувств тёплых друг к другу, можно постараться это сделать, но вот в формате того, как жить-то будем, блин, хочется нормально, но не получается. Вот. Ну и дальше вот понятно, что вот почему-то младшая сестра реально ведёт себя как оторва, судя по вашему описанию. — Да. — А вы вот, наоборот, как некоторая такая ответственная. И в этом смысле действительно бывают такие закономерности, когда старшие дети, они вот такие правильные, а младшие — оторвы. И это вот то, что я говорил во втором вопросе, что в каком-то одном из членов семьи вмещается то, чего нет во всей семье. То есть вот — Типа вся семья такая про заботу, про ответственность, а здесь такая вот маленькая оторва. — Конечно. Ну да, потому что все остальные очень сдержанные и очень скучные. И очень, ну скучно имеется в виду не для хорошей люди они, но в том смысле, что они очень много вот таких них правил, рамок, каких-то важных ценностей. ну а кто-то же должен говорить, где вот эта вот свобода, спонтанность, где вот это вот да я никому ничего не должен отвалить. Ну вот это вот правда, но непонятно, вот как так получается из этой истории, нельзя такой вывод однозначно сделать, потому что то ли правда это вот такая ваша личная особенность, что вы такая очень терпеливая, очень расчетливая, очень благоразумная, и как-то вот в вашей жизни сложилось так, что вы знаете цену каким-то поступкам и последствиям, и вы для себя выбрали такой путь, где вам важно вот быть ну вот такой, а ваша сестра с таким вот там не сталкивалась, допустим, поэтому она вообще творит, что хочет, вообще ни о чем не задумывается, и вам реально страшно рядом с ней, вот, может быть еще и правда это ваши личные особенности, и ваши сестры, и ну здесь вот такие вы разные люди, вот, а что делать, смириться с капризным поведением, да вы не сможете смириться, потому что вы уже, у вас уже терпение, огромное терпение уже не хватает, это вариант, который никогда уже не произойдет, выстраиваете отношения по-другому, но если получается, ну вот мы пообсуждали как, вот, но я правда в этом смысле думаю, что в плане родительской функции надо попросить поддержку у родителей, сказать, ребята, я больше не увожу, я максимум, что могу делать, если мне позвонит из полиции и скажет, заберите эту пьяную, я ее заберу, попрошу своего парня, он ее довезет, но это максимум, во все остальные ее кузяки я не включаюсь, пожалуйста, вот, делайте что-то сами, да, класс, класс, последний вопрос, да, мы с братом, двойняшки, учились в одном классе, в силу ее подросткового возраста мне приходилось тяжело, буллинг, травля и издевательство перед всеми, после 18 лет мама начала его очень сильно выделять, купила машину, первую в семье, которой мне подходить было запрещено, у них были постоянно свои дела и я оставалась в стороне, мама всегда говорила, что растила нас равными, но это совсем не так, ведь даже история о том, что для брата имя было приготовлено, а я безымянная два месяца сидела, говорит о многом, так вот вопрос, как смириться с ролью нелюбимого ребенка и полюбить саму себя? Там, кстати, еще приходил один вопрос, просто более короткий, как вот вообще быть, если родители тебя любят меньше, чем другого, ну, в общем, да, как будто вопрос нелюбимых детей в семье периодически возникает, да, есть вот такая проблема, ну, давайте тогда в первом пункте, наверное, скажем, что бывает достаточно удивительно, неожиданно и как-то даже, ну, страшно и не по себе, когда родители на консультациях говорят, что я не знаю, что происходит, но реально, вот одного ребенка люблю, другого меньше, ну, или там, другого не люблю, другого аж бесит, вот, если родители сами иногда это замечают и сами иногда страдают от этого, потому что, ну, хочется реально, ну, равнозначно любить всех детей, да, Да, это же мои дети, вот, но чего-то я такое в себе, как родители, замечаю, что, ну, прям реально ничего не могу, и вот, когда это начинает разбираться с родителями, там бывают, как такие, просто, баги психики, психических процессах, вот, ну, какой-то стандартный пример приведу про то, что, допустим, первый ребенок родился, и из-за этого, не знаю, там, у меня остановилась карьера, уволили меня, или там, не взяли на какую-то престижную работу, или еще что-нибудь, ну, или там просто... А второго родителя, когда уже в достатке, типа, были, да, условно? Да, 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 например, и вот с этим первым событием, что вот... Нереализованный какой-то план был? Угу. Да, и рождение ребенка, это на психическом уровне произошла сцепка, и все, и родитель даже это не осознает, что это как-то вообще связано. Но потом, вот, есть вот это вот, что он так или иначе виноват. Это не на уровне рациональном. То есть взрослый человек себе объясняет, конечно же, при чем тут ребенок родился, это самая большая радость для меня была, потому что вот супер вообще. Вот, но на уровне психики эти два события связались как одно другого вызывающее, и как, ну, то, что вот это все причина, и так далее. Вот, например, такие моменты всплывают. Ну, или, например, какие-то, у родителей есть разные проекции, ну, может быть, ближе к этой истории, что вроде бы я, да, я всех люблю, ко всем хорошо отношусь, но есть какая-то идея, что вот так я отношусь к мальчику, а так к девочке. Ну, какие-то там, условно, гендерные предрассудки, либо гендерные какие-то идеи, либо собственное восприятие, что как будто с мальчиком почему-то легче, или с ним больше каких-то занятий, может быть. Ну, и тут вы еще, опять же, не говорите ничего про отца, вот отца как будто в этой истории вообще нету, тогда тоже вот, а где он? Ну, Вот, ну, вот, первый пункт мой, в общем, про то, что правда, действительно, иногда такое происходит, иногда родители сами это замечают, иногда вот как ваши не признаются, люди делают видимость, что ничего не происходит, или очень стараются, чтобы не показать этой разницы, но вот такое правда бывает. Это такой первый пункт. Вот, второй пункт, вот, наверное, про то, как полюбить себя, и вот это вот, пережить роль, роль нелюбимого ребенка. Ну, вот, мне кажется, начать нужно с того, что, ну, это правда лично мамина история, это правда, вот, она, видите, во всяком случае, как вы описываете, она даже не замечает, что что-то она делает не так. Она как будто бы говорит, да всё, я растила вас равными, я к вам по-разному отношусь, всё такое. То есть, видите, вы тут ни при чём, если бы она вам говорила, что, знаешь, почему? Потому что ты, да. Да, вот, ну, это вот одна история, а здесь, ну, правда, я бы не додумывал за себя, вот, как мне кажется, это себе можно помочь, не додумывать, что это реально, так, ну, всё-таки нет, есть какая-то причина, наверное, мне нужно перекраситься, вот, если я перекрашусь, у меня будет такая же цвет волоска. Мама меня будет больше любить, да. Да, это всё изменит, видимо, это же, или, наверное, член надо отрастить, ну, чтобы я тоже был парнем, совершить вот этот переход. Ой, Гоша, ой, на статью говоришь. Вот, ну, короче, нет, тут идея в том, что это лично мамина какая-то вот особенность, вы тут вообще никакого, ну, ваш вклад здесь минимален, вот о чём речь. Слушай, я знаешь, да, я согласен с тобой, мне кажется, я про что ещё подумал, что мама, ну, наверное, может быть, ну, там, вы взрослого возраста, после 18 лет. Да-да-да, мне кажется, ну, там, если вернуться, да, на 18-20 лет назад, условно, диагностика, определение, сколько детей, может быть, была на меньшем уровне, и, может быть, вы просто были неожиданным ребёнком, ну, это может очень просто, почему не было два месяца имени, потому что вы были неожиданным, не знали, что радиация двойняшки, вот и всё, как будто ждали. А может быть, они так ответственно подошли к выбору вашего имени? Не-не-не, я просто про то, что, может быть, ждали мальчика, но не знали, что второй ребёнок есть, и мальчик быстро определили имя, а вам решали, спорили, потому что, ну, диалог у родителей был, но реально не могли определиться с именем. Мне кажется, это очень простое, типа, может быть, простое объяснение здесь, а не то, что вас сразу с детства не взлюбили, да любили вас, ну, правда, ну, и... Ну, может быть, да. Ну, к тому, что, да, я к тому, что не уверен, а к тому, что, ну, скорее всего, Ну, да, это гипотеза классная, согласен, да-да-да. Вот, но, кстати говоря, вот в третьем пункте, да, давай, знаешь, вот, может быть, про второго родителя всё-таки. Давай. Потому что, ну, действительно, бывает так, что вот в этом плане какой-то второй родитель является ресурсным. Вот, а где, ну, я, правда, понимаю, что отец там мог умереть, если мы отвечаем в целом, не только про эту ситуацию, а в целом на эти вопросы, вот, то часто как раз второй родитель компенсирует и отдаёт любовь, которую не может дать первой. Первой, да, да. Да. Я, знаешь, просто подумал, да, договори, договори. Ну, это мы не про родителей, один родители, два. Да, да, я понял. Это нормально так называть, да. Я просто подумал про то, что, ну, здесь же, знаешь, какая ситуация описывается в вопросе, в силу его подросткового возраста я сначала не понял, потом, когда я там дочитал вопрос, я уже понял, в силу его подросткового возраста мне приходилось тяжело, то есть брат, получается, булил, травил и издевался в школе перед семьей. И это, конечно, очень сложное переживание там, ну, не знаю, вызывает у меня сочувствие какое-то глубокое к вам такое, ну, потому что, ну, чтобы условно родной, близкий человек, чтобы так, ну, как бы себя вёл, не знаю уж, какие цели там он преследовал, вот, но это очень тяжёлое переживание, на самом деле, мне кажется, удаляется, вот, и, конечно, очень много такого. Ну, несправедливость, да, ну, конечно, ты представляешь, меня родной брат, условно, для того, чтобы заработать какой-то авторитет, он меня буллит, а потом ещё ему и машину подарили, да какого хрена? И тут я очень, если там есть присутствие агрессии, зло с ним, конечно, я понимаю, ну, в этом плане, я, ну, не понимаю, а я представляю, какой уровень агрессии может быть вот так. Ну, да. Ну, хочется как-то, всё-таки, знаете, может быть, ну, с братом, я так понимаю, у вас какие-то отдельные вы про брата, не спрашивайте, здесь опять же, как будто больше про маму, вот, ну, сделать ей конкретный запрос, сказать, мам, ну, слушай, мне бы тоже тачку. Да. Слушай, мам, ну, мне бы, честно говоря, тоже, чтобы какие-то делишки иметь отдельно. ладно, раз уж ты ему тачку подарил, ты мне-то вот это можно, ну, или там подарить, или давай так, ты зато теперь целый год со мной ходишь на спорт вместе, чтобы я чувствовал, что мы как женщины тоже, да, мы, у нас есть отдельная тоже связь, отдельная от брата, мы с тобой ходим на сайкл, я наслаждаюсь твоей присутствием в матери. Да, знаешь, какое-то Как будто ощущение, что есть только, типа, вы и мама, совмещенная с братом, типа, ну, мне кажется, хорошее замечание. Типа, но есть вы и брат, есть вы и мама, Ну, как бы, и есть ещё и вы, и мама, совмещенная с братом. Ну, как будто, пока только полис, типа, вы и мама, совмещенная с братом. Ну, как бы, ну, просто... Да, лайк. Короче, как-то так. Ну что, да, вот все наши вопросы про братья-сестёр сегодня случились. Да. Тема классная, тема заряженная. С удовольствием продолжим в новом году. Да, да. Да, если есть какие-то ещё истории, присылайте. Присылайте, очень круто, очень круто, да. Поэтому... Я к формуле части, да. Давай просто откроем себе карты, скажем, что мы записываем сейчас онлайн. По фаст тайму, да? Да, по фаст тайму, если вы везде выпуск думаете, что-то какой-то необычный выпуск, то он по этому. Но мы скоро встретимся. Сидим голые, как на веб-каме, друг перед другом. Да. Ой, а можно я, кстати, сейчас сделаю принтскрин? Нет, Гош, нельзя. Пожалуйста. Нет, Гош. Да ё-моё. Ну всё, ты запретил, и не буду делать. Хорошо, давай к формальной части. Ты спросил, я тебе ответил, как бы, что, ну всё. Да, да. Да, ну всё, я тебе честно сказал, Гош. Не будет никаких сторис. Всё, хорошо. Посмотрите, как он манипулирует. Посмотрите, как он продавляет, да? Профессиональный гиджтальтерапевт, вот что значит, да? Ну, Гош, я тебе сказал честно, нет. Я просто расстроился. Извини, конечно, расстроился ты. Я сочувствую тебе. Хорошо. Вот, но нет. Спасибо, Саша. Перехожу к формальной части. Я просто сегодня на таком чуть-чуть агрессивном полюсе пытаюсь направить в русло продуктивности какой-то, поэтому, да, извини. Вот. Да, да. Соответственно, нас можно слушать, ребята, на iTunes подкастах, Spotify вне России, SoundCloud, YouTube, ВК, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка. В общем, заходите на сайт repunkta.com, выбирайте платформу для прослушивания. У нас есть удобная ссылочка в Telegram-канале, TopLink. В других социальных сетях подписывайтесь, подписывайтесь на Telegram-канал. Сейчас в связи с декабрьской загрузкой туда меньше что-то вкидываем, но вообще там уютненько так бывает. Вот. Ждём вас там. Напоминаем про запись. Да. Лайв-запись. 29 декабря. Город Москва. Улица Покровка, 16, стендап-кафе. Четверг, 20.00. Приходите на новогоднюю запись, на новогоднюю лайв-запись. Будем вас ждать. С удовольствием. Всем пока. Будет тёплая атмосфера. Да. Всем пока. Показ-Трибунта. Показ-Трибунта. Показ-Трибунта.